Правительство Республики контролирует ситуацию с паводком в Среднеколымском и Абыйском районах. Для восстановительных работ в пострадавшем селе Березовка в субботу из Якутска вылетел стройотряд из 20 человек. Сегодня первый заместитель председателя правительства Республики Алексей Колодезников провел совещание по вопросу о паводковой ситуации в Среднеколымском районе. На сегодняшний день в поселке Сватай наблюдается незначительный спад воды. В селе Аргахтах уровень воды выше критических норм. Это связано с тем, что в зимний период осадков выпало больше нормы. В целях безопасности из трех сел эвакуировали 195 детей. Затраты бюджета по летнему отдыху для них составили 30 миллионов рублей. В ходе совещания обсудили и заготовку дров в населенных пунктах района. Глава муниципалитета отметил, в летний период необходимо в полном объеме завести уголь, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в зимний период. Также участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения ремонтных работ на автодороге до села Налимск. Алексей Колодезников заявил, что на этой неделе представители Минтранса посетят Налимск и примут решение по восстановительным работам. Нам нужно дополнительно отработать вопросы по Березовке. Да, мы перечислили 5 миллионов рублей материальный ущерб, единовременную помощь для населения. Решаем вопрос по стройматериалам для частного сектора. Мы посчитали ущерб по социальным объектам, по муниципальным домам. Сегодня он составляет 48 миллионов рублей. Распоряжение запущено в работу.